Всем привет! Сегодня я разбираю декоративную косметику и это третья часть нашего блока расхламления перед новым годом. Первое, что хотела показать, это база от Lumine. Она иззаявлена как матирующая и выравнивающая. Я разочаровалась в ней. Она выглядит таким образом. На вашем лице она прозрачная, когда вы ее распределяете. Она не выравнивает кожу лица и она ее не матирует. По крайней мере, так происходит с моей жирной и в холодное время года комбинированной кожей. Поэтому выбрасываю. Это у нас от L'Oréal, Lumine Jig, база. Не раз у меня уже падала, естественно, уже все тут откололось, разбилось. И вот так она выглядит. И вот такой вот белесый цвет остается. Но если использовать ее как именно базу под макияж для того, чтобы подсветить вашу кожу, то есть она не выбелит ваше лицо, но просто подсветит. Но она также подсветит все ваши покраснения или синячки на лице. У меня тут тоже ее осталось немало, но могу ее посоветовать лишь только тем людям, у которых сухая кожа лица, они не пользуются пудрой. Тогда эта база на вас работает хорошо. И также от L'Oréal это консилер, а также из серии Lumine Jig. У меня в самом светлом оттенке единичка. Таким образом он выкручивается. Здесь его у меня уже нет. Но вот, сейчас я вам чуть-чуть могу показать. Чуть-чуть подсвечивает кожу вокруг глаз, но он не идеально скрывает синячки. У него такая легкая консистенция и повторять я его не буду. Прокрывающая способность у него средняя. А сто проблем я взяла салициловый маскирующий карандаш, антибактериальный. Для того, чтобы перед нанесением тонального крема маскировать свои недостатки. И выглядит он вот так. Цвет не самый приятный. На вашей коже он выглядит таким, как серый. Он не подстраивается, естественно, под вашу кожу. Вот так он выглядит. Во-первых, он не маскирует ваши прыщики. Во-вторых, он подчеркивает шелушение. И в-третьих, он их не подсушивает. Поэтому это бесполезная вещь. Кстати, запах у нее вообще очень неприятный. Выкидываю. Спонж брала с Алиэкспресс. Оставлю на него ссылку, чтобы вы ни в коем случае его не взяли. Потому что не тот продукт, который может быть достоин вашего внимания. Покупала я от Essence матирующую пудру компактную. Здесь у нас 8 грамм. Достаточно такой большой объем. И она очень сильно белая. Она не матирует мне кожу лица. И такую же я брала от Catrice. Рассыпчатую пудру. Также белую, матирующую. И та лишь мне понравилась только тем, что у нее деметикон стоит где-то в середине состава. А здесь на первых местах. Поэтому я ее отдаю, либо выбрасываю. Но я тестировала и эту пудру, и ту. И скажу, что между ними разницы нет. Лишь только в стоимости. Не буду советовать никому их к приобретению. И последняя пудра от Max Factor. Извините, она у меня уже в таком состоянии затерта. Потому что я ее часто пользовалась. Она у меня разбилась. И она неплохая. Нет, она не матирующая. И цвет я неудачно себе, правда, подобрала. Но допользовалась как раз летом. Сейчас этот цвет, конечно, для меня темноват. Она разбилась. Я ее выбрасываю. У меня это в 81-м оттенке. В наборе не было спонжа для нее. Но я наношу кисточкой пудру. А так, переходим с вами к глазам. Здесь у меня есть... Этот гель для бровей шел как два в одном. То есть он закрепляет волоски бровей и укрепляет их. Ни того, ни того он не делал. Гель для бровей от Essence. Он хотя бы немножечко их все-таки закрепляет. Не нравятся мне прозрачные гели. Я перешла на цветные. От Essence выкидываю тени Кватра. Здесь у меня вот такие цвета. Это синий, серебряного цвета, фиолетовый и черный. Они мягкие и не сильно пигментированные. То есть примерно они вот таким образом на ваше веко и наносятся. Когда вы их наслаиваете, они просто-напросто падают. С ваших глаз. Не знаю, мне не понравились. Либо я неудачные цвета выбрала. Либо они у меня уже просто давно лежат. Это у меня 09 оттенки Даним. И выбрасываю тени от Max Factor. Вот они в таком красивом цвете. Они сами по себе хорошие. Они мягкие. Вот они хорошо набираются. Хорошо передается цвет. Но они у меня очень давно уже. Они затерты. И я очень редко почему-то их достаю ими пользуюсь. Хорошее качество могу посоветовать. Это у меня 440 оттенок. Подводка лайнер от Essence для глаз. Она заявлена как водостойкая. Нет, она не водостойкая. Пользовалась не каждый день. Вот такой вот у нее аппликатор. Не очень удобный, длинный. И она у меня не так давно. Но если не прилагать усилия и рисовать ей, то она не рисует. Если, конечно, давить, то вот можно провести линию. Вот так рисует ее кончик. А вернее сказать, вообще не рисует. Этот лайнер относительно у меня недавно. Что с ним произошло, я не могу понять. И я не могу сказать, что он засох. Я думаю, что тут дело просто не в удачном наконечнике. Он сильно длинный и кончик вообще не рисует. Выбрасываю, никому не советую. Подарили мне вот такие туши. Это у нас от Sensai. Особо с этой фирмой я не знакома. Но знаю лишь только о том, что это у нас японская косметика. Причем не дешевая. Уходовые средства сделаны у нее на основе протеина шелка. Тушь 2 в 1. То есть сначала вы наносите белую базу для эффекта накладных ресниц. Как можете видеть, здесь очень тоненькая, очень маленькая кисточка. Это для таких детских каких-то ресничек. Чтобы прокрасить мои реснички, мне нужно потратить полдня. Только на вот эту белую базу. И дальше у нас идет вот такая щеточка. Чуть-чуть она побольше, но такая же маленькая. И по эффекту могу сказать, что они мне не понравились. Поэтому выбрасывать здесь еще ее много, но таким пользоваться я не хочу. Также из неудачных моих таких приобретений была от Max Factor тушь. С двух сторон находится тушь. Первая это для объема, а вторая это для удлинения. Если вы хотите в какой-то день сделать себе объем, пожалуйста, вы берете одну кисточку. Вот такая она. Если вы хотите сделать себе удлинение, вы берете уже другую кисточку. Она вот такая. Туба толстая сама по себе. Это пространство короткое. И нереально, по крайней мере, мне было прокрасить нормально свои ресницы. Я всегда вымазывала себе века. И ресницы мои в уголках глаз были плохо прокрашены. Вообще никому не советую. Здесь ее еще очень много. Я использовала ее пару раз, но так и не приноровилась. И не советую вам приобретению. Мое разочарование от Maybelline. Я ее приобрела, скажем так, вспомнить молодость, потому что лет 10 назад я ее пользовалась. И она мне очень нравилась. Такая здесь маленькая щеточка. И состав, мне кажется, ее изменился, потому что она не делает мои ресницы такими, как вот раньше она делала. Ее еще здесь много, но я ее выкидываю. И она осыпается. Что-то все-таки они изменили в составе ее. И от этого она стала лишь только хуже. Закончилась, а вернее высохла. Тушь от Maybelline, всеми уже распиаренная на YouTube. Да, она хорошая. У нее интересная щеточка. И для меня она подходящая для моих ресниц. Мне удобно ею прокрашивать. Но она быстро засыхает. Я ее воспользовалась лишь только нормально. Первые две недели после ее открытия. Затем она у меня засохла. И реанимировать я ее уже не смогла. Эффект очень классный. Очень быстро засыхает. Это мне не нравится. Я вам покажу те продукты, которые я приобретала на Алиэкспресс. И я от них избавляюсь. Я как-то рассказывала в видео о своем косметике с Алиэкспресс. О них о каждой по чуть-чуть. Поэтому я вам оставлю ссылочку. Кратко скажу о том, что этот просто мне не подходит цвет. Буэнос Айрес оттенок. Он мне желтит зубы очень сильно. Но очень хорошо подчеркивает голубые глаза. Также две вот таких помады. Они почти одинакового цвета. Очень сильно подчеркивают все недостатки губ. Очень плохо на них ложатся. Карандаш-помада для губ. Выбеливающий цвет. Очень портит внешний вид губ. Подчеркивает все ваши складочки, шелушения. Отвратительное качество. Еще я покупала также на Алиэкспресс вот такой бальзам для губ. Неплохой. Мне понравился. Примерно выглядел как знаменитый EOS. Он очень приятно пахнет. Я не могу сказать, что он питает губы. Но он не лежит на губах с жирной какой-то пленкой. Достаточно приятный. Просто как защищающий бальзам для ваших губ. И раз уж мы с вами заговорили о бальзамах для губ, то у меня вот таких есть три. Два из них, о которых у меня нет ничего хорошего сказать. Это бальзам для губ 100 рецептов красоты. Он у меня закончился. Но он оставлял такую жирную пленку на губах, которую всегда хотелось побыстрее стереть. Не советую приобретению. А второй это iVit Libriderm. Чуть лучше, но она очень твердая. Несмотря на то, что она не мягко наносится на ваши губы, но она также какой-то жирной пленкой оставалась. В общем, и ни одна из них не питала. Но моя любимица антивозрастной бальзам от Faberlic. Мне очень нравится. С маслом Макадамии. И он идеально питает мои губы. И он их разглаживает. Реально он разглаживает губы. Все ваши морщинки он все разгладит. Очень классный бальзам. Один от Lavel. Блеск. Карандаш для губ. Он очень мягкий. Он у меня весь деформировался. И он очень прозрачно наносился на мои губы. То есть его вообще еле-еле видно. Он просто так как бы поблескивает. Блеск для губ. Вот такой баночки. Он очень-очень блестящий. И очень-очень липкий. То есть просто как жир такой с блесками у вас на губах. Мне не очень понравился такой эффект. Летом я пару раз его использовала. Ноль первый номер. Нет. Два блеска для губ. Один у меня такой потемнее от Maybelline. Это у меня 360 оттенок. Он красивый на губах. Но он у меня уже достаточно давно. И мне кажется, во-первых, у него запах не очень приятный стал. Во-вторых, он наносится на губы с проплешинами. Мне кажется, что время его подошло. Очень классный блеск. Но извините, у меня стерлась вся надпись. Скорее всего, это было что-то из бюджетного, из масс-маркета. Это 0,9 оттенок. Я думаю, не 60, а 0,9 все-таки. Очень классный блеск для губ. Я ее оставлю и попробую зайти в Ревгош или другой какой-то там, Литуаль или Эльдеботе. И подобрать что-то из этой серии себе. Во-первых, он не липнет. Он очень хорошо распределяется на губах. Советую приобретению, если вы увидите вот с такой крышечкой. И две помадки выбрасываю. Одна, это у нас от Maybelline в 620 цвете. Нежный, бежевый. Наносится мягко. Но на моих губах он их чуть-чуть выбеливает. Красивый цвет. Мне нравится. И за счет того, что она мне очень понравилась, я ее хранила. То есть, я ее использовала только по таким особым случаям. Это большая ошибка. И если вам что-то из косметики или из уходовых средств очень сильно нравится, в первую очередь пользуйтесь именно этими средствами. Потому что потом, как вот у меня случилось с этой помадой, она просто давно у меня, она изменила свой цвет, она изменила свою структуру. И она уже так же мне высушивает губы. Она их не увлажняет, как она делала это поначалу. Все самое лучшее здесь и сейчас, как говорится. И еще одна у меня такая помада от Rimmel. Оттенок 006 Pink Blush. Она такая полуматовая, розоватая. Также я ее берегла. И также она изменила свой цвет. И она подчеркивает все недостатки на ваших губах. Блин, ну она такая классная. Надо использовать то, что нравится именно в первую очередь. Также у нее появился неприятный запах. Жаль расставаться с ними. И остались у меня карандашики. На самом деле он для глаз. Отпокупала я его от Evroche. Это два таких цвета. Золотисто-бежевый. А другой у нас идет фиолетово-бордовый. Я не знаю даже, какой описать. Но очень красиво. Вот как подводка смотрелась на глазах этот карандаш. Он у меня уже давно. И поначалу он был мягче, чем сейчас. Я думаю, что так же пришло время мусорки. И так же в мусорку выкидываю два карандаша Miss Tice. Если я правильно читаю. Это у меня 753-й оттенок. Он просто твердый. Я не могу таким твердым карандашом подводить себе губы. Я их просто царапаю. Карандаш от Fennel в 320-м оттенке. Очень твердый. Он царапает очень сильно губы. Еще хуже, чем предыдущий. Что ж, вот такая гора косметики у меня отправляется в мусорку. Спасибо за просмотр. Всем желаю удачного разбора косметики. Всем хорошего дня. И пока.